Медицина стала платной. Припарковаться, например, около больницы номер 14 стоит денег. Причем платные парковочные места не имеют альтернативы, ведь они начинаются от железнодорожного колледжа и заканчиваются частной территорией. Либо идти пешком в соседних улиц, либо платить деньги. Больше вариантов нет. Возле больниц должны быть бесплатные. Я так считаю. Больные люди подъезжают. У меня, например, проблемы с позвоночником и ставить негде. Откуда я пойду? Больницы, детские сады, школы, вузы, поликлиники – все они относятся к категории социальных объектов и пользуются повышенным спросом населения. Ежедневно их посещают сотни, а иногда и тысячи людей. Но здоровье и образование теперь больно бьет по карману. Приблизительно около часа я стараюсь. Но если сидеть в очереди, ну где-то по-разному. Два и даже больше. Школа номер один. Платные парковки расположены с обеих сторон улицы. Бесплатная альтернатива в сотнях метров. Педагогический колледж окружен платными парковками с обеих сторон. Причем свободных мест на них не бывает. Городская дума уже выступила с инициативой сделать парковки около социальных объектов бесплатными. Однако договориться с их владельцем Ростелекомом пока не удалось. Более того, он требует расширить платное парковочное пространство Рязани. Может быть, действительно расширить, но не за счет увеличения платных мест, а может быть расширить за счет увеличения каких-то бесплатных мест. Хотя есть вот парковки для инвалидов, я согласна. Но вот около поликлиник мы еще страдаем, вот около детской поликлиники. Хотя все-таки там есть бесплатные места. Еще около каких-то женских консультаций, например, там вообще нет места бесплатного. А между тем представители областной думы поддерживают инициативу и готовы помочь в ее продвижении. Они отмечают, что федеральный закон с 30 декабря прошлого года позволяет отменять платные парковки рядом с социальными учреждениями. И заявляют, что если в январе в Рязани не будет принято конкретных решений, то они выйдут с законодательной инициативой на уровне региона. Жители города тоже фантазируют. С одной стороны, платная стоянка выливается в копеечку, с другой освобождает места от тех, кто приезжает по другим делам. Вот если бы, например, Ростелеком сделал бы какие-то, может быть, терминалы внутри этих объектов, в которые подразумевался бесплатный визит. И человек, припарковавшись на платном месте, приходил туда и, скажем, в регистратуре или в этом терминальчике вбивал, допустим, номер своей машины, таким образом удаляя, ну или помечая в базе у них, что с этой машины не взимать оплату. Тогда эта зона осталась по-прежнему платной для тех, кто хотел бы какие-то другие учреждения. И люди, которые приезжали в эти объекты, могли бесплатно парковаться. Ранее сообщалось, что увеличить период бесплатного пользования парковками у социальных учреждений технически невозможно. Единственный вариант – увеличить время на всех стоянках, но это повлечет увеличение тарифа. Напомним, что 90% дохода получает Ростелеком. В казну города поступает лишь оставшиеся 10%. Как именно законодателям и бизнесу удастся прийти к компромиссу, пока неизвестно. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Телекомпания «Город». Продолжение следует...